привет друзья с вами вами и это снова джип тархел и сегодня hard морпях и все тому подобное посмотрим может быть в этот раз пойдет лучше чем в прошлый но может быть и нет сразу же дрона за дверью естественно почему нет она 88 хп уже больше сотни так что в принципе все норма пхп посмотрим я не уверен во что именно хочу билдиться я не уверен куда именно я хочу идти что немножко хуже наверное явно хочу отойти от этого чувака вот сюда и тут его расстрелять счастью они не особо стреляют вот этот стреляет у меня все еще больше больше ста хп и там еще сержант с такого расстояния у меня шутганом ничего особо не сделает fire find немножко хуже ладно вниз блин неудобно сражаться ну ладно фига его шутган в соседнюю комнату улетел а ног шутган есть 31 патрон и охотничьи винтовка тоже есть и это вполне неплохо хп маловато после того как я поймал выстрел из охотничьи винтовки но посмотрим сейчас я немножко отхилюсь за переход на следующий уровень а потом разберемся винтовку я наверное буду использовать в каких-то ситуациях например вот в такой но я все еще не уверен куда именно я хочу идти в плане прокачки то что армия в даркнесс ну как бы если у меня будет хороший шутган то это шикарно потому что шутганы спирс дамагом какая-нибудь двустволука которая там не знаю 60 на на 5 клеток или насколько она стреляет это вполне круто но патроны это вопрос и у меня нет скавенджер у меня нет скавенджера так что патроны это вполне вопрос вампир как-то так себе вообще звучит bullet storm пистолет и smg может быть но не знаю это надо наверное конфлингер брать и и все такое он слот на всякие миниганы может быть не умирать может быть тоже хороший план регенить до 25 хп или для скольчика на 20 не 25 процентов хп не уверен но в любом случае я хочу наверное либо он слот либо армия в даркнесс и то и другое требует реллоудера так что реллоудер это то что я буду брать но не первым первым я буду брать скилд а по моему когда прошлый раз в прошлый раз игровым орпехом в комментах писали что типа береги айрон мэна вместо скилд потому что отхила там столько же и просто большее количество хп на первых уровнях полезнее как бы или что-то типа того но отхил там нифига не столько же потому что там будет 12 хп отхил а так 15 хп отхил за уровень по моему потому что по дефолту я хилю типа 10 процентов своего хп скилд дает мне плюс 5 процентов от моего макс хп за каждый уровень то есть 15 и 20 а айронмен дает плюс 20 макс хп просто то есть 12 и 14 вместо 15 и 20 так что не я пожалуй все-таки буду брать стилы чтобы больше отхиливаться нож само по себе макс хп не особенно какую-то роль играет я умираю не из-за того что у меня макс хп мало а я умираю из-за того что у меня в принципе хп мало и отхил проблему с тем что в принципе хп мало достаточно эффективно решает но посмотрим где-то на этом уровне есть вот так что надо его найти надо зачистить все до него и потом уже да вот здесь вот он и он кстати довольно адекватно расположен потому что я могу просто просто его вскрыть и пойти к нему и как бы с другой стороны ну ко мне могут прийти чуваки оттуда где только что одного убил но это на самом деле маловероятно я хочу проверить что внизу тут изредка по моему бывают какие-нибудь сундуки я постреляю я слышу там робота и это нехорошо и также видимо там нет никого кто может открыть дверь или ну ладно допустим я чуть подожду во чуть подожду чтобы финны прошли убью их ну или нет я убил одного из дамажа у второго security бот и этот самый финн финн милишный он сейчас не может до меня добраться это плюс но security бот не очень дамажится шотганом 16 урона это как совсем нехорошо от меня до него по сути две клетки так что охотничьей винтовкой тоже не буду особо попадать наверное самый лучший вариант это просто уходить съесть адреналин здесь и уйти вот сюда и тут переключиться на охотничью винтовку и потом уходить еще дальше типа вот тут его ловить до 2 выстрела и на финн еще один выстрел хорошо это в принципе получилось практически ну это получилось очень не идеально потому что я кучу урона получил на это получилось настолько идеально насколько оно могло по сути получиться потому что там такое сочетание врагов такой вход в комнату и такой набор оружия который у меня был наверное если бы я этого чувака сначала убил то авто винтовка это все немножко лучше разбиралось бы но я не знал что где-то здесь бродит чувак с авто винтовкой ну и в принципе 90 хп плюс перехода на следующий уровень я отхилюсь до 100 до 105 даже но но до 100 так что в целом ситуация вполне отлично и можно спокойно идти куда-нибудь наверное в шахты все-таки не иду или иду не не иду в шахты иду вместо этого в сторону окне это не выходе наркомана где вы их тогда а вот его не увидел как выход так что они помещены карте а иду в сторону докинг-бэя потому что там всякие полезные вещи можно забрать окей тут турель которая очень удобно расположена тут бочки которые может быть помогут если с этой стороны подходить наверно турель намного более пофиг или по крайней мере с этой стороны взорвать вот эти бочки и вот эти ящики а подходить сверху ну или даже вообще вот так вот так вот все снести и подходить отсюда потому что до критя да хорошо с охотничьей винтовкой я бы быстрее убил но так тоже сойдет теперь я наверное возьму так это слишком близко но так сойдет и у меня есть немножко патронов доходе чертовки и она вполне ваншотит всех врагов кроме миличных финтов и роботов я не помню насчет турели кстати может быть она не ваншотит роли но вроде должна обычная не ракетная ракетные точно не должна на ракетные также исправниться здесь не ваншотит чуть-чуть ну ладно заставляю их подойти поближе и тут можно шотганом одновременно и турель дамажить и чуваков вокруг турели получил немножко урона но как бы я тут в любом случае получил бы немножко урон когда эти финды выбежали ладно опять же миличные финды наверное один из самых неприятных врагов на самом деле на первых уровнях потому что казалось бы он миличный то есть только в ближнем бою может мне что-то сделать но они быстрые и они живучие по сути самые живучие враги этих уровней не считая всяких экзал тут врагов роботов и всего такого что очень редко спавнится и они как минимум по двое спавнится так что получается что большие группы живучих врагов и это нехорошо живучих и быстрых врагов которые быстро добегают начинают дамажить плюс опять же многие пушки в ближнем бою не очень не очень хорошо это тоже охотничьи винтовку в упор она не попадает так что когда ко мне подбежал этот фильм я по нему перестаю падать и с первого выстрела я его не убиваю потому что он живучий с второго выстрела я его не убиваю потому что он уже в упор и все но ладно вальхау терминал это не то что мне нужно но хотя хотя учитывая что у меня проблемы с роботами может быть стоит туда сходить по выключать роботов на в космопорте но с другой стороны там кучи кучили там роботов да там на последнем уровне огромные кучи роботов то есть мне их там убить придется больше чем я подключаю погнали посмотрим может быть там что-то поменялось может быть я что-то неправильно помню наверное стоит стоять в укрытии а не просто так и наверное тут многовато врагов шотган убьет двоих сразу остальных тоже неплохо разберет прошел достаточно много патронов 44 местом так меткости кстати которые никто не деваю но куда я его хочу девать как бы в охотничью винтовку он нафиг не нужно и так на 8 стреляет шотган чтобы на 3 с полным уроном стрелял или в авто винтовку чтобы она на 4 с полным уроном стреляла с полной меткостью и то и другое я скорее всего быстро заменю так что не пока что пока что он никуда нафиг не нужен ладно я видел кого-то внизу до я видел внизу дронов но куча дроби я выкину еще один стак девяти миллиметровых патронов потому что ими я скорее всего не буду особо активно пользоваться дрон у которого куча укрытий лево лап наверно стил 2 минус солдат минус дрон минус солдат вас а вот это вот не класс security бот 30 процентов шанс попасть не стоит не связываться а вот здесь вот до 120 процентов шанс попасть но 4 выстрела все равно нужен power мод на винтовку то что без power мода она как-то слишком слишком слабо убивается этих роботов то что с ним будет на один выстрел меньше вроде бы аж сейчас там остается копейка после 3 но посмотрим упс ладно я получу немножко урона на удивление совсем немножко потому что я их убил снова выстрела я не ожидал что оба умрут снова выстрела и тогда бы я получил значительно больше урона от страну было бы немножко но да это было не очень хорошо в автоматах иногда попадаются хилки в сундуках иногда попадаются патроны 762 я наверное тоже возьму потому что если уж пользоваться всякими снайперками то наверное на более поздних уровнях можно взять тем что два снайперка просто так далеко зашел но не такая серьезная проблема хотя я получаю больше урона чем нужно последний враг дрон тут уже выход и все во всех остальных местах я был во всех остальных местах я был ну ладно 97 патронов к снайперски и ни одного мультитула еще не нашел как непонятно но поехали вальхау 2 медстанция и секьюрити бот ладно пришлось переключиться на другую пушку потому что у меня кончился магазин ну к счастью другая пушка у меня достаточно адекватно а сто сорок четвертых патронов наверное больше мне особо и не нужно потому что после как бы я еще пару уровней использую эту винтовку потом я ее выкину явно и ничего хорошего под сорок четвертые патроны потом я скорее всего не найду так что дальше уже нужны будет всякие 72 и прочие прочие дропе и что там еще попадается плазма ок пятый уровень через один мне нужен будет уже у меня будет уже возможно взять трейд мастер-трейд так что мне нужен либо хиллранер 2 и первый релоудер что не случится за два уровня явно либо просто второй релоудер что вполне может случиться то есть на этом уровне перезарядка на следующем уровне перезарядка потом на следующем уровне армия в даркнесс и шотган в руки и вперед убивать всех при условии что я доживу до такого уровня но посмотрим три врага осталось как-то он ближе чем я думал готова все убиты дробь не влезает 9 миллиметровые выкину можно мне что-нибудь хорошие в плане оружия там не знаю адвансовые пушки или там хотя бы редкие но нормальные но хотя попадаются ли здесь редкие но нормальные двустволка может быть но по-моему она так рано не спаунить стимпак я съем его сразу же и увеличу макс хп ок 125 броню я свежую тоже возьму ну винтовка есть посмотрим насколько она тут поможет уровень тут достаточно неприятный потому что куча роботов но посмотрим сам сам уровень кстати изменился он не такой был немножко прям настолько куча роботов и ко мне первым подошел не тот по кому я стрелял а и даже мили три бота здесь ха по-моему я мертв что-то мне подсказывает но посмотрим окей явно стоит отфилиться адреналином и стоит убегать куда-нибудь где по мне будет стрелять не столько врагов но не факт что это поможет окей этих двух я могу наверное одной очереди скосить нет но одного убил еще силка второго убил его друг ладно мили три бота убит он тут самый опасный потому что на ракетами спамят дальше просто чуть подожду заряжу все свои пушки блин если бы я их с трех убивал было бы значительно проще так четыре хода на каждого робота тратить при том что их такие толпы это не очень хорошо плюс 30 процентов дамаг шутганов карточка аптечку я сейчас не хочу это брать и в принципе нет особой разницы чем я в них стреляю потому что что охотничья винтовка что 9 миллиметровая 4 4 действия нужно чтобы их убить иногда даже больше от еще один мили три бот а там еще один секьюрити бота у меня штат сп брони у меня уже нет это последние три врага может быть во-первых джек камер три выстрела как-то он так себе выглядит дробовик фрэнзи шот 3 это он именно что да он именно что три раза стреляет то есть это не очередь из трех это три отдельных выстрела почему-то не уверен как это работает при том что у него в магазине 6 долгая перезарядка 28 урон то есть 3 на 28 он стреляет и фрэнзи видимо три отдельных выстрела чтобы фрэнзи работала на каждый выстрел отдельно ноте это интересный шутган сюда вполне стоит ставить и кстати взял да я взял амп на дамаг шутганов ну блин тут снова бот ходит это security к счастью ладно броню сменил карточка у меня есть так что я пробегу сюда и выключу их всех ха не уверен каким образом у меня это получилось ну ладно на перезарядка второй уровень и здесь адвансовая автовинтовка hunter 2 4 выстрела ретелей ретелей пофиг hunter 2 условно пофиг против таких вот врагов это бы помогло но 4 выстрела это вполне шикарно и здесь пистолетный амп не это это я не то что мне нужно и здесь адвансовый 9 миллиметровый пистолет 5 6 дальность плюс меткость ignite не очень что-то еще где-то еще не особо ну не знаю как бы выключение выключение роботов на этом и на следующем уровне одно не то чтобы прям особенно ценно потому что на этом уровне их нужно примерно миллион убить чтобы до него добраться и учитывая что они вот так вот все сбегаются на стрельбу это как-то вообще плохо какое-либо особое уникальное оружие но если джек камер здесь всегда то может быть есть смысл потому что он выглядит довольно интересно с другой стороны наверное он все три своих выстрела по действию тратит так что может быть на самом деле нет смысла но посмотрим вообще все еще немножко странный уровень хотя раньше он был более странным по-моему надо я все-таки охотничью винтовку возьму и посмотрю что здесь авто винтовка хуже чем то что у меня естественно возможно да наверное все таки авто винтовку возьму на самом деле а не охотничью потому что на этом этапе авто винтовка тем более такая с бонусным выстрелом уже заметно лучше потому что дамаг за залп выше получается перезаряжаться реже нужно и в целом все как бы лучше потому что тут уже вот эти вот пулеметчики которых охотничий не будет ваншотить милишные финты которых охотничий не будет ваншотить ну и роботы которые которых тут нет так что они не считаются ракетницу я брать не хочу она конечно достаточно эффективная но все же хотя вот авто винтовка тоже не ваншотит милишных финтов так что все не так уж хорошо я сломаю милишки этого робота потому что он на патронах стоит и того тоже придется сломать который слева который на выходе стоит ну ладно бывает а что у меня по дальности тут 8 тут 3 так что не на дистанции лучше все-таки охотнича но это на дистанции окей все враги кончились можно взять броню можно обыскать оставшиеся комнаты почему-то еще не было экзалтед врагов это немножко странно ладно хочу ли я что-то выкинуть 44 патрон один стак наверное потому что 762 получше будут и где-то тут их еще можно было взять тип из пулеметчиков но не тут а внизу да эти звуки но сейчас будут еще эти звуки потому что один из роботов загораживает выход посмотрим что тут тут снайперка rip 44 охотничья винтовка снайперка явно лучше чуть больше урона на единичку меньше дальности на пофиг перезарядка по 6 сразу в общем просто лучше хотя не уверен что эти две единички урон дополнительные что-то что-то особо делают балк пак интересно интересно буду ли я короче увидеть увеличится ли магазин лучше камеры до до 9 вряд ли правильно тут написано что для шутганов и ланчеров он ускоряет перезарядку что наверное тоже неплохо я хочу просто узнать не все еще 6 так что я по сути зря мат потратил сколько там слотов 2 так что я совсем зря мат потратил но если бы он дал мне магазин в 9 то это было бы абсолютно шикарно но также на этом же уровне есть пауэрпак 1 засуну его в снайперку или в авто винтовку не встать 9 миллиметровые патроны мне на самом деле еще наверное немножко нужны потому что авто авто винтовку не есть но при этом наверное нет потому что две больших аптечки мне больше нужны и на самом деле вообще авто винтовку выкину и возьму 7 6 2 винтовку то что авто винтовку без патронов не очень не нужно так ну и мультитулы мне некуда взять к сожалению надо европы l2 storm smg который да который по 11 стреляет у меня нет столько патронов их вообще нет но особенно у столько патронов белобу я наверное не очень хочу 4 выстрела на криво ривера на самом деле 5 потому что 4 промахнулся не хорошо зато ваншот турелей наверное стоит штурмовую винтовку просто апать по максимуму и она будет эффектно стоп во первых я иду в сторону армия в даркнесс так что стоит шутган хороший найти джек камер норм как бы но хорошая адвансовая двустволка или автошутган хотя лучше двустволка наверное будет все же заметно ценнее но это нужно где-то найти и с этим есть некоторые проблемы от станция модов от станция модов не на какой-нибудь power мод был бы хорош но увы ладно армия в даркнесс меняет слэш дамаг на пирс так что по броне шутганы будут значительно лучше стрелять но сам по себе это первый уровень не настолько ценен как следующие два которые увеличивают дальность потому что шутган который стреляет с полным уроном на 5 или 6 клеток это очень круто а шутган который просто стреляет с нормальным уроном по броне но все равно на небольшую дистанцию это не настолько круто хотя и все равно довольно полезно ладно у меня 39 хп но по-моему тут большая часть врагов от турели хотя ван криво ривер замороженный ладно я слышу где-то робота так что на самом деле все довольно довольно нехорошо я вижу пулеметчиков и сержанта 33 хп не хочу хилиться потому что хотя блин почему на самом деле я хочу хилиться двустволка 50 урона но как бы блин не адванс в 50 сельчур он мало хотя наверное и лучше чем джек камер на самом деле вообще если посмотреть джек камер на три клетки стреляет и 28 три раза и он может два раза выстрелить подряд проблема в том что он патроны жрет значительно быстрее но при этом как бы из-за патрон он больше дамага наносит так что нет же камер лучше надо так уровень пройден а в белолабу не особо хочу и что здесь сделать я не уверен просто пауэрпак в автомат то что больше некуда надо поехали европа l3 может быть стоит просто пойти на заправочную станцию там рюкзак с другой стороны у меня амп ткан и его наверно менять не стоит на рюкзак так что не когда в раскопке я думаю у меня в руках авто винтовка на вода так тоже сойдет это был робот его просто уничтожила за очередь опять же это все весело и круто почему для него это укрытием работает я повторяю почему для него это укрытием работает ясно а на это все весело и круто но патроны джек камер жрет очень массово ну ладно это выход в европу в европу в европу л4 это дымовая граната мне их не хватало мне все еще не хватает потому что у меня нет места чтобы подобрать наверно это можно исправить выкинув 2 дробины но не две дробины но вы поняли упс м фаутилку где-то на уровне еще одна есть токи поближе сами перезарядился на этой клетке ладно неважно всех убил это главное даже его газовая граната тоже было бы круто на самом деле есть кое-что что было бы круче чем газовая граната хотя наверное ее возьму вместо дымовой вместо еще патронов вместо патронов круче чем газовая граната было бы что то я что-то хотел сказать но забыл потому что отвлекся не на самом деле круче чем газовая граната было бы добить всех врагов на этом уровне как минимум но также всякие адвансовые пушки которых нет и тут выход в раскопки и мне туда но сначала мне вот сюда левел а бы еще ну ладно поехали 44 хп на самом деле 69 что намного лучше так минус фаерфинт минус еще фаерфинт там дверь выламывает что не совсем хорошо минус криво ривер экзал то дрейвер который отлично убивается ладно это нужно 10 уровень что я хочу взять не уверен что я хочу взять на самом деле reload dance перезарядка при убийстве с джек хаммером я буду убивать примерно с каждого с каждой очереди правильно так что это вполне неплохо типа вот был чувак вот нет чувака и у меня заряженный шутган хорошо то же самое что у меня сейчас плюс 30 процентов дамаг шутганов обычные финды все еще не ваншотится снайперкой это как-то нехорошо пока чувак надо вот сломали раводжер не ваншотится шутганом печально совсем печально я думаю мне нужна синяя броня то что броней в этом ране какие-то совершенно дикие проблемы потому что я нашел сколько три зеленых броника за весь ран или что-то типа того так что да синяя броня мультитул который не влезает но пофиг потом броню починю ту же самую ок кто внизу робот изи пирс дамаг по чисто бронированным врагам это абсолютно шикарно он как раз по мясу немножко хуже ну ладно плюс макс хп 130 уже надо эронмена брать я подожду он да сам подойдет так что в этом плане все хорошо так мультитул конечно можно использовать чтобы починить броню или можно было вот здесь вот взять синюю броню блин надо сначала обыскивать весь уровень а потом эти станции использовать потому что так бы я автошотган попробовал сделать вдруг он круче чем то что у меня сейчас ну хотя стоп у меня адванс в броне насколько она адванс в импакт восемь и два статуса и больше прочности так что в принципе хорошая броня антипоизн антиигнайт и защита хорошая и 15 15 доджа минус 15 вместо минус 20 почему то она не подсвечена синим что это улучшенный стат как бы но но оно все равно есть странно в общем ладно всего лишь два адвансовых не адвансовых а экзоут от ривера было это странно по-моему обычно экзоут вроде по 3 спавнится не особо зависимо от того что это за вроде именно интересно что прям каких-то супер крутых супер опасных врагов этой игре по сути нет то есть всякие риверы разных видов и ровджер разных видов это самое самое сложное что тут в принципе встречается может быть потом будет может быть и нет а чак ты очень зря остались сады с бочками хотя наркоманы не по ним стреляю ну ладно фига а можно поменьше ротят окей автоперезарядка при убийстве шикарно вот сейчас 3 криво ривера или кто они там были какие-то ривери но да это было вполне круто просто взял всех расстрелял адвансовый шотган обычный не двустволка не какой-нибудь там супер шотган авто шотган или еще что-нибудь такое но автоперезарядка при движении яд 44 урона 3 дальности вполне шикарно я пожалуй даже выкинул штурмовую винтовку я очень сильно подозреваю что зря потому что как бы шотган то у меня крутой есть патронов у меня к нему 109 и это как-то нехорошо и тут уже не особенно попадаются вроде шотганера во многом потому что я такой путь кстати выбрал типа если бы я пошел не в не в эту локу а остался бы просто на европе на стандартном пути или если бы я пошел в биолабы то там было бы значительно больше врагов людей так что наверное это тоже стоит учитывать больше врагов людей соответственно больше шотганеров но не знаю айронмен 150 хп ок урон за выстрел у этого шотгана значительно выше 44 за патрон как бы у того 28 так что я им буду по возможности пользоваться хотя и дпс ниже ну ладно таяраутпост почему-то я наркоман и забыл что я сюда приду и думал что приду в финальную локу как раз таки биолабы где ривер испавнится и просто шмот лежит ну ладно эта локация меня тоже вполне устраивает тут можно хп увеличить тут можно пушку какую-нибудь хорошую может быть получить тут тоже много врагов людей кстати посмотрим насколько много из них с шотганами по-моему не очень ну ладно снайперка должна быть достаточно эффективна ну хотя эффективнее кемперить дверь со своим шутганом хотя они не то что прям супер хорошо умирают ок так но это финальная станция это нож ну мачата не то что мне нужно удобно что я по сути стреляю по чуваку если он выживает то я начинаю отходить и одновременно прокаю себе додж и заряжаюсь если он не выживает то то у меня в принципе передарядка от убийства окей все враги кончились плюс макс хп без особых вариантов что тут есть плюс дамаг минус меткость скорострельным оружием тут просто снайперка тут пауэр мод и мод меткости и то и другое хотелось бы на какой-нибудь крутой автошутган автошутган поставить на какой-нибудь крутой шутган в принципе поставить а тут можно сделать пауэр пак или еще что-нибудь на самом деле мало что из этого имеет смысл потому что два нужных пака тут уже и так есть но посмотрим что можно скрафтить скрафтить можно автошутган к сожалению я предпочел двустволку или что-нибудь подобное или красную броню вообще как бы автошутган очень вряд ли будет лучше чем то что у меня сейчас а вот броня явно будет лучше чем то что у меня сейчас так что броня шесть хп за вход на уровень резист блида шесть десять двенадцать три три урон ну вот защита тысяч четыреста прочности минус двадцать доджа всего лишь вполне круто вся защита лучше чем моей естественно потому что это красная броня шесть хп дополнительных отхиливать при входе на уровень это тоже вполне круто теперь у меня довольно много отхила потому что я хилю двадцать процентов от своих ста пятидесяти пяти хп и потом еще шесть так что да наверное пауэр мод в шутган сколько у меня вообще слотов в нем два но как бы у меня нет виски да так что оба мода в шутган и скрафтить еще один пауэр мод в броню больше как то особого смысла нет ни в чем теперь у него пятьдесят урона на четыре дальности дальность перестанет играть какую либо роль через несколько левелапов и у брони теперь восемь двенадцать шестнадцать четыре четыре а в ней сколько слотов единственный был ладно нормально так ну восемьдесят пять хп и теперь сто двадцать два хп вполне неплохой отхил он уберет от яда нет ладно можно и так яд какой-то какой-то слабый в том плане что он очень быстро проходит а не в плане урона даже но это то должен умереть нет это тоже не умрет от яда серьезно вот этот умер от яда ада хотя бы кто-то уже хорошо ок в такой вот ситуации этот шутган отлично работает что у меня есть угол я около этого угла там стреляю отхожу подхожу стреляю и я группу врагов при этом убиваю эффективно и перезаряжаюсь тем что хожу и dodge прокает иногда и вообще все круто круче было бы только если бы хотя бы один из этих ящиков дропнул хотя бы сколько-то патронов к шутгану но увы патроны это не что-то что часто попадается дамаг пистолетов мне явно не нужен я проверю что внизу абсолютно ничего я тоже возьму джек камер хотя с такого расстояния ладно я не возьму джек камер я блин получу заморозку и минус кучу хп ммм это было тоже не очень хорошо ну ладно мммм большая хилка хотя на самом деле наверное надо было адреналин прожать окей всех убил армия в даркнесс и теперь у меня куча дальности но это как-то очень плохо было последний бой два раваджера ракетный и пулеметный по-моему и криво берас в таком пространстве это очень неудобно ну ладно серьезно? два бота ну уже один у меня не зараженный джек камер что немножко мешает и ему вообще пофиг потому что он пережил залп из этого джек камера ну ладно уже ноль проблема в том что плазма шутган нет особого смысла подбирать потому что у него останется плазменный урон который конечно нормальный но 正 но нормальный но не супер как бы мой перк который конвертит урон в пирс перестанет работать возможно на самом деле плазменный лучше но мне кажется по моему мне кажется по моему да а пирс все таки получше чем просто плазменный урон по крайней мере по бронированным врагам но большая часть врагов на этих локациях Большая часть опасных врагов на этих локациях вполне бронированы. Так что да. Но посмотрим. Во, немножко дроби. Хорошо. Ну и как бы обычный плазма шутган не апнутый. Он как-то хуже. Чем то, что у меня явно. Так что его нет смысла брать. Этот вот адвансный шутган тоже нет особого смысла брать. Потому что у него меньше урона, чем у моего. И все остальные статы тоже хуже. Забавно, что у них дальность обновляется, когда я их подбираю. То есть мой перк на плюс дальность шутганов работает. Но пока я его не подбираю, на нем написано 2 дальность. Поэтому он тоже 2-6. Подобрал, положил 4-6. Все еще 4-6. Нельзя так бесконечно стакать дальность, увы. Ладно, что я хочу. По сути ничего. Починить броню и пару мультитулов, может быть. Потому что... В шутган я больше ничего не засуну. В декамер тоже. В снайперку засуну, но мне не надо особо. А в броню ничего. И, собственно, все. Больше у меня ничего нет. Так что починить броню и... Пару мультитулов, которые даже влезают. Удивительно. Ну, окей. Ио-2. Сразу же красная броня. Но у меня адвансовая. Так что броня мне не особенно интересна. Минус бот. Плюс еще мультитул. И всякий трэш. Минус дрон. Плазма раваджер. Очень живучий. И очень не умирающий от яда, как обычно. Ну ладно, я прожал адреналин. Он меня чуть-чуть похилил. Но... Наверное, пока что норм. А вот теперь придется... Жрать аптечку. Которая у меня только большая. Ок. Еще пауэрпак, который абсолютно некуда. Один мультитул я съем. Я не взорву больше, чем рядом с собой. Взорву. Окей, это было немножко тупо. Ну ладно. Ривера я убил. Так что не настолько тупо. Третий? Третий. Как насчет G-камера, чувак? Во. Но пистол критикамп мне совершенно не нужен. Внизу кто-нибудь есть? Внизу есть еще какие-то... Какие-то проходы. И у Blackside у меня нет карточек. Ни одной. Так что, видимо, я иду на склад. Вместо чего-либо более полезного. Ну, посмотрим. Так, кто тут ходит? Раваджер. Уже нет. 7-62 пистолет. Не суперинтересно. Ну ладно. И тут ходит бот с копейкой хп. Хорошо. Мне явно не нужно столько 7-62 патронов, учитывая, что я их не трачу вообще. Так что, наверное, я повыкидываю почти все. И насобираю энергопатронов вместо них. Потому что, может быть, я потом все-таки переключусь на плазмашотган, если я найду хороший адвансовый. И хороший адвансовый в данном случае почти любой адвансовый. Который там плюс урон дает или еще что-нибудь такое. Потому что кроме плюс урона мне от него особо ничего не нужно. Потому что, как бы, дальность у меня через пару левелов будет бесконечная. А кроме этого что? Ну, особые моды всякие там, типа Френзи или еще что-нибудь такое. Но я даже не знаю, что полезно на шутгане. Бонус по врагам, у которых много хп, наверное. Потому что врагов, у которых мало хп, шутган и так ваншотит. Ну и автоперезарядка, да. Это очень, очень полезно было бы. Ну ладно. Ну, вроде все он собирал, что помню и что видел. Так что, гоу. И его L3. На самом деле, кстати, это может быть был бы хороший вариант, чтобы пойти в лабораторию. Потому что там толпы роботов, но шутган с пирс дамагом их очень хорошо разбирает. Просто два выстрела и все. Два выстрела, это правда как минимум один выстрел в меня со стороны этого робота. Так что не знаю. Не уверен. Совсем не уверен. А Филд Медик, это хороший перк. Мои мелкие аптечки и мелкие стимпаки хилят меня сильнее. Проблема в том, что этих мелких аптечек и стимпаков не видел, по-моему, где-то с Калисто. Так что оно-то, конечно, полезно, но оно ничего не делает. в данный момент. Но посмотрим. Может быть, когда-нибудь я их увижу. У меня бы хоть какую-нибудь аптечку или стимпакт. Хотя нет, у меня вот есть одна мелкая аптечка как раз. Где я ее взял? Не помню, что я ее подбирал. Ну ладно. Тут выход в ИО-4. Там будет переход. Или здесь будет переход в склад. Не, здесь будет переход в лабу как раз. Или куда? Да. Куда на прошлом? Не. Да, все правильно. На прошлом уровне был бэксайд. Я туплю. А ракету я случайно подобрал, а вот аптечку я специально подберу. Ладно. Плюс макс хп. У меня мало текущего хп, но у меня много отхива, так что плюс макс хп, чтобы было еще больше отхива. И я съем мультитул. А то броня у меня немножко убита. Ладно. ИО-4. Я выкину еще один стак 7-62 патронов, потому что газовая граната это довольно ценно. Мне не нравятся все эти бочки, но с другой стороны мне не нужно к ним подходить. Наверное, в таких ситуациях эффективнее ждать, пока враги сами ко мне подойдут. Ок. 41 хп. Типа, если я жду, и враг выходит мне навстречу, то он выходит мне навстречу и не стреляет. Если я сам подхожу к углу, то очень часто враги в этот же момент меня стреляют в этот же ход, как бы. вот это нехорошо. Быстро играл от ривер. По-моему, ривер без каких-либо описаний, то есть не криво ривер, не токсик ривер, не арч ривер, а просто ривер это миличный враг. Так что я не хилился, а просто стрелял по нему. Потому что он, конечно, фаст. Но он фаст, но он далеко. И убить он меня, скорее всего, не сможет так быстро. Окей, что тут? ИМП модпак. Ммм, довольно неплохо, на самом деле. Выкину две энергоячейки. Окей. Где еще есть враги? Потому что их еще достаточно много, учитывая, что... Да. Учитывая, что мне не показывает их. Хантер резилент огненные финды. Ну, реально. Реально резилент живучая. Но с парой выстрелов файлот. Ладно. Проблема в том, что у меня 36 патронов. Так что я очень надеюсь, что на складе будет какая-нибудь хорошая пушка. Плазма, шотган. Или огромная куча патронов к шотгану. Тоже вариант. Так, но здесь еще плюс макс хп. Стоп. Я хотел сказать 165, но оно не стало 165. Тут есть кап макс хп. И я до него доехал. Потому что оно мне не дало больше хп. Почему он тогда не пишет, что вот 160 хп это кап? И дальше это бессмысленно. Почему оно юзается в таком случае? Если бы я знал, что оно мне не увеличит хп, то я бы похилился. Или аптечек набрал, или еще что-нибудь такое. Какого хрена? Непонятно. Ну ладно. Это странно. Но теперь я знаю, наверное. Ну окей. Шотган и локация, на которой огромные кучи взрывающихся бочек. Что может войти не так? Не уверен. Также не уверен, что мне дальше брать. Наверное, вискид, чтобы можно было там два пауэр-мода настакать. Ок. Ок. 23 патрона. Тут, скорее всего, довольно мало врагов осталось. Это, скорее всего, сам умрет. Нет. Удивительно. Милишные риверы. Огромные толпами личных риверов. И последний. Изя. Так, можно у меня все-таки патроны, пушки, еще что-нибудь? А то у меня с этим проблемы. Катана? Нет. Не то, что мне нужно. Коул модпак. Вот это вот круто. Проблема в том, что некуда. Потому что тут все забито. Тут все... Почему нельзя заменять моды? Снайперка с коутпаком мне не очень нужна. И тут даже на уровне нет ни одной пушки. Блин. Серьезно? Тут все враги это риверы всякие. Так что они не дропают оружие. И с собой. Я плазмашотган какой-нибудь, естественно, не принес. Но с другой стороны, без... М-чемоказовый гранат все-таки. А без автоперезарядки нужен ли мне этот какой-нибудь плазмашотган? Не уверен. Хм, ну вот, кстати, ракетница. То есть все-таки тут пушки бывают. Просто изредка, ну и ракетницу с коудом я не особенно хочу. Тем более дымовую. Так что не. Ну, по крайней мере, дробь немножко восстановил себя. Немножко это 50. Я могу взять еще 10. Но, наверное, не хочу. Хочу съесть эту аптечку сразу. И, наверное, выкинуть я импо-модпак. Ладно. Есть коуд, есть пауэр. И теперь нужно только пушку, в которую я бы хотел это все вставить. Идеально было бы адвансовый шотган с автоперезарядкой. Плазмашотган. И двумя статами, соответственно, чтобы все это влезло. Остальные статы вообще пофиг. Так, тут я не хочу быть. Это я на самом деле тоже не очень хочу быть. Так. Ладно. Тут волт. И это не особенно хорошо. Ну, или же это особенно хорошо, если в нем адвансовый плазмашотган с автоперезарядкой, то это просто суперкруто. Также в нем роботы, но у меня есть хорошее средство против роботов. Оно называется шотган с пирсом. Тут куча мелких комнат. Можно он умрет? Во. Не сразу, но можно. Тут какие-то книги над картой. Ладно. Бывает. Ну, ладно. Тут ничего. Мелкая хилка. Я съем стимпак и возьму мелкую хилку. На прошлом уровне нужно было наоборот. Точнее, нужно было то же самое сделать. Нужно было съесть стимпак и взять мелкую хилку. Потому что сейчас не пришлось бы здесь стимпак. Ладно. Это все не страшно. И это еще один EMP модпак. И bulk модпак. А можно мне все-таки что-нибудь во что эти модпаки вставлять? И тут можно еще модпаков сделать. Блин, серьезно? И тут какой-то недобитый робот шарится. Ок. И тут станция крафта. Станция крафта, которая сможет сделать мне автошотган второго уровня. может быть лучше, чем то, что что у меня. Автолоудер 34 урона. Не, не лучше. Вообще, не лучше. 6 магазин. 5-6 дальность, но у моего 6-7 дальность. Это, блин, самый трэшевый автошотган. И у него еще один слот всего лишь. Это самый трэшевый автошотган, который я видел. Копейка урона. Магазин, который нафиг не нужен. и автоперезарядка, которая тоже нафиг не нужна автошотгану. За что? И, естественно, врагов с плазмашотганами тут тоже не было. Чтобы я хотя бы в обычный мог вставить все это. Ну, не знаю, я сделал еще один пауэрпак. Подберу его вместо чего. фото вместо 762 патронов, которые я вообще никуда не деваю. Мультитул съем и пойду на следующий уровень. Потому что больше особо нечего делать. печально все. Эпичные перестрелки. Зачем я отошел, если я мог сразу стрелять? Не уверен. Окей. Теперь у меня дальность шотганов бесконечна. Ну, не бесконечно, но они теперь стреляют на свою оптимальную дальность. Плюс то, что я в них напихаю в плане модов меткости. Ясно. То есть шотган, который с полным уроном стреляет на 9, это вполне круто. Ну, ладно. И тут даже патронов немножко есть. И аптечек. И три врага осталось. Стимпак я съем сразу же. Он меня отхилит до фулл хп. Еще патроны. Я, блин, не знаю, что выкидывать, чтобы их подобрать. На самом деле, ничего, потому что я сейчас пойду и дозачищу уровень и потрачу на это какие-то патроны. Не смогу, по крайней мере, часть подобрать, ничего не выкидывая. Чуваки, а можно не стоять так перед дверью? Надо было их просто обойти. Ну, ладно. Ну, четыре патрона я там возьму. При том, что их там всего сколько? Десять или меньше? А, там их вообще пять. То есть я один оставляю на то, тогда вообще пофиг. Тогда поехали в Бионд. Можно? Я дойду до портала. Спасибо. Тут нет Волта. Я сразу съем мультиту, потому что у меня броня немножко поцарапана. И тут есть адвансовый... адвансовая двустволка. С автоперезарядкой и одним модом. Почему это не адвансовый плазменный шутган? Это было бы настолько круто. Потому что двустволка это то же самое, что у меня сейчас. На копейку больше урона, но нет токсина, так что суммарно, наверное, столько же урона. Меньше дальность. И в два раза быстрее патрона тратится. И все. Так что в этом нет никакого смысла особо. Печально. Наверное, я просто выбью из кого-нибудь плазмы шутган. Может быть. Надеюсь, блин, тут будет из кого его выбить. И закину все моды в него. Потому что там и урона будет больше, чем у этой двустволки. И патроны более доступны. И вообще в целом все лучше. Стимпак стоит сразу съесть. Там кто-то светит. Уже нет. блин, чуваки, мне всего лишь нужен один плазма-шутган. Один. Даже не адвансовый. Энергопистолет. Совершенно не то, о чем я просил. Ну и понятно, что чуваки с миниганами не дропнут мне плазма-шутган. Окей. У меня 25 патронов. Чуть-чуть лучше. Но все равно мало. И у меня возможность крафтить модпачи, которые мне совершенно не нужны, потому что у меня их и так три в инвентаре лежит. И больше некуда запихивать. Так что, видимо, починить броню и взять мультитул. два мультитула. Слева что-нибудь? Не, слева просто тупиковые комнаты. В центре что-нибудь? Тоже нет. Ну, ладно, Бион 2. Волки открывать пока что не хочу. Я просто хотел узнать, есть он или нет. Во, еще 16 патронов. Ладно, это уже немножко терпимее. Это выход в лимбо. По-моему, там что-то на шутганы бывает. Экзалтед терпиросы, которые не могут до меня добраться. Нормально, шикарно. И это двустволка, опять же. Но уже немножко более хорошая. 60 урона, поджог. 4-5, ну, 4-5 дальность никакой роли не играет. Помест же камеры возьму. Моды в нее запихивать нет особого смысла. Потому что я большую часть времени буду все равно обычный шутган использовать, потому что двустволка патроны жрет слишком массово. у меня их столько нету. Ну, хотя, вот в таких вот ситуациях я просто ни в кого не попал, по-моему. Надо. В таких ситуациях все равно не очень хорошо, видимо. Что мне нужно? Больше ярости, кстати, может быть, план. потому что все остальное мне как-то не очень помогает. Вискет второй. Ну, три одинаковых моды я не буду стакать. Или вот это. Бонус к урону на процент отсутствующего хп. Состейн фаер мне не помогает вообще ни в чем. Ну, ладно. Ок. Ок. Блин, сколько вас здесь, чуваки? Слишком много. Райфов, критика вам. Это не то, что мне нужно. этот чувак взорвал себя. Я не виноват. Совершенно. Так, и может быть враги когда-нибудь закончатся на этом уровне? Или может быть нет? видимо, нет. Ну, вот, враги закончились. У меня 7 патронов. И на уровне их, скорее всего, больше нет. Это печально. И никакого оружия, которое я мог бы взять на уровне, тоже нет, кроме ракетниц, которые как бы не помогают. я могу взять немножко 72 патронов, чтобы у меня был бы запас для снайперки. но я не уверен, что я хочу. Я возьму ракетницу вместо двустволки и вместо энергопатронов насобираю ракет. Это будет немножко более полезно, потому что ракетница опять же будет пирс урон наносить, потому что она тоже конвертится, как и шутганы моим перком. Так что по крайней мере у меня будет 10 ракет, которые наносят очень хороший урон по броне и не только, и оптимальная дальность 2.99. Так что я буду хорошо попадать с любого расстояния. Так что гол. Для начала я все равно с шутганом пойду в руках. Особенно на такой дистанции. Ну а теперь ракетница. Это не убило этого чувака, но это убило кого-то другого. Класс. Не зарядил у меня ракетницу. Класс. Так, но это мне не нужно. Совершенно. Это мне тоже не нужно. стоять в кислоте тоже наверное не очень нужно. Окей. Фейскит. У меня и так три штуки. Окей. Последний патрон к шутгану. Хорошая броня. Меньше отхила. Хотя на самом деле не такая уж хорошая, потому что у нее в принципе больше резисты, то есть если на нее пауэрмод закину, то у нее будут больше резисты. Такая же прочность. Защита от льда и от огня. Но меньше от хилы и нет защиты от блида. Чувак. Я пойду. Я не хочу ракетницы из такого расстояния не стрелять. Другое дело кстати, что моя текущая броня почти убита. Так же наверное все-таки лучше будет эту подобрать, чем свою чинить. Во, дробь. Окей. И в принципе пауэр мод у меня лишний есть. Я могу еще один скрафтить внизу, так что гоу. Броня. Теперь у нее 8, 12, 16, 4 защита. Хорошо. Я возьму вот эту штуку, потому что я одну потратил. И я скрафчу пауэр мод, потому что я один потратил. это был последний враг. И тут синяя броня просто так. Как-то все очень трешивает здесь. Есть 10 патронов к шотгану и 5 ракет. еще целый один полноценный уровень и один босс. Так что что-то мне подсказывает, что мне не хватит. Но хотя вот еще приличное количество патронов к шотгану. А есть у меня газовая граната, дымовая только. К сожалению. Я кину? и постреляю в дым. Это вполне хорошо сработает и это позволит мне набрать еще ракет. Тут можно взять штрумовую винтовку на всякий случай. Потому что к ней тут патронов будет достаточное количество выпадать. Я может быть зря иду с ракетницей в руках. Так же меня окружили. у меня есть фейскиты, так что нет, меня не окружили на самом деле. Ничего не было. Я еще раз подойду, потому что мне слегка интересно какого хрена меня окружили. Видимо отсюда вышел чувак. Вот этот, который так себе раз. уже не важно. Окей, плюс урон от отсутствующего хп. Пока финды привет хп. ок, тут всех убил. Последняя ракета. Но пофиг. Скорее всего еще где-нибудь найду. Или нет. Тут ничего хорошего. ракета. Стоп, я только что потратил последнюю ракету, что я уже успел подобрать вместо них аптечку разве что. Ладно. Потом я может быть вернусь за этими патронами. Тут уже выход. последние враги. И все. И я иду на финальный уровень и у меня 0 ракет и почти 0 всех остальных патронов. 23 шотгана и один заряженный магазин штурговой винтовки. Ну к винтовке я могу подобрать. Я выкину 20 энергопатронов. Возьму два стака винтовки. Но мне что-то все-таки кажется этого не хватит. Так что либо там будет что-то хорошее в плане сундуков с патронами вначале, либо там будет плазма шотгана двансовой вначале, либо я босса не убью, потому что у меня патронов не хватит. Но посмотрим. Ну нет, здесь просто большая хилка и синяя броня. Ну и все, собственно. ладно, колдпак в винтовку. Пауэрпаки тоже в винтовку, потому что больше некуда. Теперь у нее 12 на 3 урона и она замораживает на 2. на самом деле босс неживучий, так что я, скорее всего, его довольно быстро убью. И поскольку у меня шотган, я по ходу и дело буду его миньонов убивать. так что может быть мне даже и хватит патронов. Мелкую хилку стоит сесть. 16 патронов явно хватит на его один хилсбар. Ок. Ну ок. Хард пройден. С трудом не потому, что не столько потому, что сложно и враги убивают и все такое, сколько потому, что патронов просто нихрена нет под конец к шотганам. Но в итоге их каким-то образом все-таки хватило. При том, что я большую часть игры бегал с просто обычным шотганом, который по одному стреляет с очень хорошими статами урона. Так что в принципе если не повезет на такой шотган, а скорее всего не повезет в большинстве ран на такой же шотган по крутости, то патронов вообще не будет хватать. Их и этому шотгану по сути не хватает. Типа без ракетницы я бы это не прошел. Ну да. Ладно. Как-то так. Как-то так. Ну, я надеюсь вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.